Ростов сегодня это строительство новых торговых комплексов для предпринимателей с закрытых оксайских рынков и встреча с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Это рейды спасателей по местам, где купаться запрещено, но запрет не останавливает и проверка школ на готовность справиться с пожаром. А также дополнительные деньги на медицинский кислород и лекарства для амбулаторных больных коронавирусом. Ростов сегодня это прилет в Ростов-Дон олимпийских чемпионок француженок Заоди и Эдвиж и строительство в училище Олимпийского резерва футбольного манежа, который для начала побудет гонбольным. А еще это первые экспонаты музея истории Ростова-на-Дону и предчувствие по-погодному комфортных выходных за окном. На первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Бизнес-омбудсмен Борис Титов пообщался с предпринимателями закрытых оксайских рынков. Встреча прошла на месте строительства одного из новых комплексов, куда предлагается переместить торговцев. На следующей неделе мы 500 контейнеров переносим вот так. Вот здесь это парк, на следующую площадку, для того, чтобы люди могли начать свой торговый из контейнеров. Легковозводимые конструкции инвесторы оптово-розничного торгового комплекса «Южный» построят за свой счет, как и будущие павильоны и коммуникации к ним. Такой выгодный all-inclusive этой площадки оценил главный российский бизнес-омбудсмен. Борис Титов прилетел на встречу с предпринимателями закрытых оксайских рынков спустя три месяца. За это время началось строительство сразу пяти объектов на территории оксайского района и Батайска. Три из них, в том числе и этот южный, входят в сотню губернаторских проектов. Мы максимально привлекли инвесторов, включили их в сотню губернаторских проектов, что дает возможность правительству области оказывать всяческую поддержку в создании инфраструктуры, в других вопросах. И вот те торговые площадки, торговые комплексы, которые сейчас развиваются, это будут современные торговые комплексы, которые будут оказывать весь спектр услуг. На встрече голоса предпринимателей разделились. Одни все еще мечтают о возврате на старые территории, изначально невозможном. Другие благодарят за помощь. Люди согласились бесплатно перевезти наше имущество, оставшиеся в том рынке. У нас тоже там многое все осталось. С контейнера, склады разборные. И поверьте, первые в моей жизни, а я уже давно живу, это бесплатно. Принято решение, что каждый предприниматель сам выберет себе подходящую площадку и обсудит с инвестором условия сотрудничества и время переезда. Например, Южный закончит первый этап строительства 1 октября. Здесь появится ярмарка с открытыми площадками для торговли с машин и палаток, а также овощехранилища с холодильниками и два открытых кросс-дока сквозного складирования. К концу марта следующего года мы сделаем 25 тысяч квадратных метров павильонов и до конца года в наших планах сделать порядка 100 тысяч. И дальше уходим уже в 23-й год. То есть максимально короткими темпами пытаемся решить те задачи, которые поставили перед нами жизнь. Пообещали решить вопрос с транспортом, вести бесплатные маршруты как для торговцев, так и для покупателей из центра Ростова и западного жилого массива, а также закрытых оксайских рынков. А главное, у предпринимателя есть выбор – согласиться на условия и переехать, либо искать альтернативу. Среди предпринимателей, как мы услышали, созрела инициатива создать собственный какой-то инвестиционный проект, и что он бы удовлетворил в большей степени всех. Все разные предприниматели, но все-таки услышали, что ими занимаются. Несмотря на то, что некоторые стали в позу и не хотели сотрудничать, но все-таки за это время прошла работа администрации вместе с инвесторами. Борису Титову показали еще одну будущую торговую площадку в хуторе Ленина Аксайского района. Распределительный центр «Агромол» должна открыть уже до 1 октября этого года. Елена Доронина, Юлия Сурикова, Владимир Трофимович, 1-й Ростовский. На встречку вылетел даже не автомобиль, а его прицеп, и сильно повредил встречную машину. Такое дорожно-транспортное дело в сегодняшней сводке Ростовского городового. А еще Анастасия Фериченкова расскажет, как фантазийно пытаются передать за решетку телефоны и наркотики, и с чем попадаются на границе. Ростовский городовой на страже информации. О самом заметном в хронике происшествия расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Неуправляемая тачка стала причиной ДТП с малолетним ребенком. Дело в том, что на трассе под Азовом у Нивы Шевроле на ходу оторвался прицеп и вылетел навстречу, ударив в легковушку. Пострадали все трое, ехавших в машине. Муж с женой 38-39 лет и 8-летняя дочь. Девочка была в детском кресле, поэтому у нее обошлось без серьезных травм. Фантазии осужденных и их подельников позавидует любой писатель. Уже столько придумано способов, как и куда спрятать запрещенку, чтобы она незаметно попала на зону, хватит на отдельную книгу. Вот попытки последних трех дней. В новочеркасском СИЗО-3 телефоны-сим-карты для обвиняемого умудрились запихнуть в подошвы туфель. В исправительную колонию номер 5 приехала бандероль из Краснодара с сим-картами в пачке сигарет. Но жительница шахт в своих фантазиях пошла еще дальше и искусно упаковала 12 сим-карт в чайные пакетики для осужденного колонии номер 1. А в Ростове в пятом СИЗО попались наркотики, сгущенные с сахаром. Точнее, бутылка со сгущенкой, в которой засахарился пакет с наркотическим порошком. Теперь всех этих неутомимых фантазеров ждут проверки. В надежде на русский авось семья из Украины решила вывезти из России две сотни шмоток. В багаже, не пряча, не вышла. Корыстный умысел быстро высветил рентген-луч при досмотре машины. Отпираться женщина не стала, призналась, везла на перепродажу. Но за попытку недекларированного провоза заплатит штраф вдвое больше стоимости товара. А вы умеете превращать сигареты в сок? Вот герой нашей следующей истории легко это сделал. Причем раскусить это волшебное превращение смогла только собака. Тяга к табаку у 50-летнего украинца оказалась настолько велика, что с собой в России он взял запас на полгода вперед. А чтобы не платить пошлину, легким движением руки спрятал пачки сигарет в коробку из-под сока. И все бы прокатило через границу, если бы не острый нюх четвероногого погранца. Служебная собака учуяла подвох и сообщила. В коробку тетропак украинец запихнул 26 пачек сигарет. Дальше больше. Под обшивкой авто нашлось еще полсотни. За сокрытие товаров в тайниках возбуждено три административных дела. Фокуснику грозит штраф в три раза больше стоимости спрятанного. И конфискация машины Hyundai Elantra, как орудие нарушения. С такими фокусами и покурить теперь не на что будет. На этом у меня все. До встречи. 90% погибших на воде в этом году были в нетрезвом состоянии. И все купались в местах для этого необорудованных. 80 человек удалось спасти, в том числе 18 детей. Специалисты службы экстренного реагирования проводят рейды на Дону ежедневно. Особое внимание местам, где купаться запрещено, но людей в воде хватает. А вы знаете, что купаться в этом месте запрещено? Нет, не знаю. Там удивление есть? Да, есть. Когда вы заходили, пойдемте, я вам покажу. А мы заходили вообще. Самое опасное, когда в зоне риска дети. Взрослые заняты, кто рыбалкой, кто разговорами по телефону, а ребенок купается. Родители часто проявляют беспечность, говоря, она же у берега на глазах. Честно говоря, она больше не войдет. Хорошо. Будем надеяться. Таких бесед за полгода спасатели провели больше 7 тысяч. Песчаные участки берега привлекательны для отдыха. Здесь дети играют вместе с мамами. И не в воде, а на песке. Но спасатели все равно останавливаются. Оставить памятку и предупредить. Купаться в этом месте запрещено. Вообще редко сюда прихожу. Подруга сейчас, сосед говорит, пойдем именно на бережочек сядем. Мы обычно по аллее ходим с детьми. А так очень приятное место на самом деле. Если бы можно было просто сидеть даже на песке и любоваться доном. Ну это можно, правильно? Это же не запрещено. Правильно? Да, это хорошо. Окупаться, да. Надо именно отведенные места искать. Спасатели в любой момент готовы прийти на помощь. Но за свою безопасность и безопасность детей на воде отвечаем в первую очередь мы сами. И помним, детей у реки без присмотра оставлять нельзя. Очень опасно, потому что никакой родитель не успеет среагировать. Погибнуть это считанные секунды. Можно получить спазм дыхательных путей и все. Какой бы родитель сильный не был, может поплыть, не доплыть и не успеть достать. Этого не стоит делать, отпускать детей без присмотра. Купальный сезон продолжается и спасатели еще раз призывают. Не купайтесь там, где нет спасателя и не установлены бойки. Не подплывайте к судам, не ныряйте в местах, где не исследовано дно. Галина Белоусова, Руслан Хамчеев, Первый Ростовский. Безопасность школ проверяют к началу учебного года инспекторы Пожнадзора. Смотрят все. Работоспособность системы автоматической противопожарной защиты, состояние пути эвакуации, наличие и исправность огнетушителей. На сегодня принято больше 90% учебных заведений. Давайте проследим за проверкой школы номер 32. Давайте пройдем по помещениям, посмотрим состояние пути эвакуации. 32-ю ростовскую школу только открыли после двухлетнего капремонта, так что условия здесь на сегодня идеальные, в том числе и по пожарной безопасности. Но Пожнадзор в любом случае проверяет все учебные заведения. Кнопкой мы нажмем на ручник, должна с собой сигнализоваться, и посмотрим, через какое время должны приехать пожарные подразделения, и сделать боевую роль от меня. Время за все пошло. Пять секунд, и система оповещения начинает пищать. Теперь у пожарных есть пять минут для приезда. Проверяют, а заодно отрабатывают пока без детей, с сотрудниками, навыки правильного поведения на пожаре. В роли воображаемого пострадавшего завхоза она проверяла, не остался ли в помещениях кто-то из школьников и оказалась заблокирована в здании. Ее находят и выводят в специальном капюшоне. А со школьниками такие учения проводят каждые три месяца. В Ростове 104 школы и 146 детсадов, и все их обязательно проверяют перед началом учебного года. Причем в этом году ход проверок несколько изменили. Не просто оперативные проводятся, а проводится инспекторский визит. То есть это мини-проверка. Эта проверка проводится в течение одного дня, то есть не так, как длительное, в течение 10 суток, как это положено по законодательству, а в течение одного дня. И оформляется уже соответствующими документами с выдачей предписаний в случае выявления каких-либо нарушений. Предписаний в этом году выдано немного и все уже устранены. Так что в целом состоянием школ Ростова пожарные инспекторы удовлетворены. Мария Филинкова, Марина Черных, Александр Шкуркова, Первый Ростовский. Дополнительные 160 миллионов рублей распорядился направить губернатор на закупку лекарств для пациентов с ковид, которые лечатся дома. Это сделано, чтобы не допустить дефицита медикаментов. В сегодняшней статистике 489 случаев заражения коронавирусом, 208 из них приходятся на Ростов. 28 больных от 50 лет и старше умерли. 47 пациентов в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Привились от коронавируса за последние сутки 12 тысяч жителей региона. И общее число вакцинированных теперь 1,356,000. В целом по стране заболевших чуть меньше 21 тысячи. Умерли 785 человек, 20 тысяч выздоровели. 68 миллионов рублей из областного бюджета распорядился направить Василий Голубев на обеспечение бесперебойной подачи кислорода в больницы региона, держать поставки медицинского кислорода на особом контроле и всегда иметь его достаточный запас губернатор поручил на заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом во вторник. И дополнительные деньги пойдут на закупку кислородных баллонов и концентраторов кислорода. Строительство комплекса глубокой переработки зерна Дон Биотех в Волгодонске потребует дополнительных 17 миллиардов рублей. В чем причина, пояснил журналистам первый замгубернатора Виктор Гончаров. Завод планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. Тогда его стоимость оценивали в 7 миллиардов рублей. Но сроки сдвинулись и стоимость проекта сначала выросла до 15 миллиардов из-за удорожания зарубежного оборудования. А месяц назад после техэкспертизы и аудита проекта в связи с изменением технологии и увеличением мощности предприятия, необходимые вложения доросли до 27 миллиардов рублей. Новый комплекс должен перерабатывать 250 тысяч тонн зерна в год, выпуская 85 тысяч тонн лизина, 25 тысяч тонн глютена и до 100 тысяч тонн кормов. По выделению дополнительных денег ждут решения банка. Обсуждение важнейших социальных проблем и сбор предложений для народной программы «Единая Россия» на ближайшие пять лет продолжается в формате форсайт-сессий. Темой очередной дискуссии в региональном штабе общественной поддержки партии стало комфортное и доступное жилье. Доступное, комфортное и безопасное жилье во все времена – это оставалось одним из главных запросов и целей для людей. Чтобы собрать инициативы на эту тему, в штабе общественной поддержки «Единой России» провели стратегическую сессию. Участвовали в ней общественники, эксперты, представители партии из всех районов области. Вопросов и предложений по теме у них масса. Это касается и очередности получения жилья, и капремонта домов, и дорожной инфраструктуры, и работы коммунального хозяйства. Вы знаете, вопросов огромное количество. Вот совсем недавно я был буквально в Семикорском районе. Там около 140 вопросов легли в основу народной программы, с которыми будем работать. Я думаю, что сегодня будет вопросов не меньше. Это все те вопросы, которые у нас всегда на слуху. Все интересные и нужные предложения по росту доступности и удобства жилья будут внесены в народную программу «Единой России» и определят направление работы партии на ближайшие годы. Иван Полехин, Николай Кубышкин, Первый, Ростовский. Еще одна стратегическая сессия в областном штабе общественной поддержки «Единой России» была посвящена экономике. Новые предложения для включения в народную программу в первую очередь касались поддержки предпринимателей. Пандемия показала направление самых эффективных мер поддержки. К примеру, у нас в регионе в шесть раз снизили налоговую ставку для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Этим воспользовалось более 40 тысяч предпринимателей из пострадавших секторов. Предлагается оставить такую меру поддержки в силе и далее. Также значительно снижено количество проверок бизнеса. Количество таких проверок сократилось больше, чем в четыре раза. И что мы увидели? Мы увидели, что это никак не сказалось ни на безопасности, ни на ЧП. Это говорит о том, что очевидно, часть этих проверок избыточна. Это избыточное давление на бизнес. Это отвлечение ресурсов и контролеров и самого бизнеса. Все интересные и актуальные предложения для роста экономики и поддержки бизнеса попадут в народную программу «Единой России». Кто собрался завтра закупаться продуктами, может для начала заглянуть на ярмарку. Купить местную сельхозпродукцию можно будет на территории торгового центра «Лимон» по адресу поселок Орджоникидзе, улица Можайская, 40. На прилавках обещают овощи и фрукты, живую рыбу, мясные и рыбные полуфабрикаты, кондитерские, хлебобулочные изделия, мед, орехи и многое другое. Причем цены должны быть на 10-15% ниже рыночных. Продолжаем выпуск. Смотрите далее. Ростов сегодня – это прилет в Ростов-Дон олимпийских чемпионок, француженок «Заади» и «Эдвиж» и строительство в училище Олимпийского резерва футбольного манежа, который для начала побудет гонбольным. А еще это первые экспонаты музея истории Ростова-на-Дону и предчувствия по-погодному комфортных выходных за окном. Ужи уже достали, жалуются жители Западного. Змеи безостенчиво греются на солнце и пугают горожан. Ведь не все отличают ужа от гадюки. Через интернет змей не испугалась Юлия Красюк и готова рассказать, что еще приятно и неприятно удивило ростовчан в сети. Да, еще открытый люк стал причиной травм девочки, а на Северном заметили меланхоличного баклана. Змеи выбирают Ростов для комфортной жизни. Ужам уж очень понравился наш город. Жители Западного все чаще и чаще начали замечать в своих дворах греющихся на солнышке змей. И самое интересное, что после этого они заползают в подвал, сообщает ростовчанин. А вот комментаторы пугаются. Пауки, змеи, что будет дальше? Но слишком впечатлительных спешу утешить. Это всего лишь безобидный уж. Так что подобное соседство не опасно. Сколько мы говорили про опасность открытых люков, и вот очередная жертва. Ребенок не заметил дыру, и, как рассказывает очевидец, дочь подруги провалилась в люк по пояс. Только чудом не упала на дно глубокого колодца. На крик пришли местные жители, помогли пострадавшей и рассказали, что это уже не первый случай в их дворе. У ребенка после падения ссадины, гематомы и испуг. О ЧП сообщили водоканал, но оперативно никто крышку не привез. Надо было просто поменять чугун на пластиковые крышки, и их тогда перестали бы воровать, советуют водоканалу ростовчане. Это единственный вариант, когда за рулем можно говорить по телефону. В ростовских пабликах появилось фотоэвакуатора, везущего автомобиль с водителем. Как говорится, на расслабоне, подписал снимок автор. Ну нельзя же эвакуировать вместе с людьми внутри, удивляются в комментариях. Все верно, это грубейшее нарушение безопасности и закона, добавляют знатоки. Подозрительную птицу заметили на Северном, рядом с водохранилищем. Автор видео просит помочь заплутавшему пернатому. Птица явно себя плохо чувствует, сидит с обедой на одном месте и слабо реагирует на людей. Но ответ остановил панику. Это баклан, с ним ничего делать не надо. Это типичный вид для нашего города. Встречается в рощицах возле водоемов, так что все как-нибудь само собой образуется. А у меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Юля. Переходим к спорту. Еще два игрока футбольного Ростова вызваны в национальные сборные на отборочные матчи чемпионата мира. Харен Байрамян в сборную Армении, а Денис Хаджикадунч в команду Боснии и Герцеговины. Ну а игроки гонбольного Ростов-Дона из сборных постепенно возвращаются. Кого встретили сегодня ночью, знает обозреватель Ростова спортивного Марина Черных. Да, коллеги серебряные призеры Олимпиады уже здесь и вот подтянулись чемпионки. Теперь в Ростов-Доне Грозадии и новичок Беатрис Эдвиж. Всю дорогу девушки выкладывали в соцсетях «Путь в наш город». Их самолет сел в Платове около полуночи и теперь Ростов-Дон в полном составе. Одним из первых в зал прилета выходит главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин с супругой. Но встречают здесь ночью с камерой и цветами не его. Где-то следом идут олимпийские чемпионки по гонболу Грозадии и Беатрис Эдвиж. Видимо, летели одним самолетом. А вот и девушки. Гонболистки прилетели в Ростов при поднятом настроении. Заадия уже как домой вернулась, а новичок Эдвиж всю дорогу выкладывала в соцсетях «Путеводитель», как добраться до нашего города от Парижа. Линейная Беатрис Эдвиж – мощное укрепление обороны нашей команды. Слово «лучшее» она слышала в свой адрес на протяжении всех последних лет. Лучший опорный игрок и защитник Франции – 15-й, 16-й, 19-й годы. Лучшая защитница чемпионата Европы – 16-й. И всевозможные титулы – чемпионка мира Европы. И теперь вот Олимпийских игр. Игра в лучшем клубе Европы – Дьори. И вот переход в самый лучший клуб – Ростов-Дон по контракту на два года. Ну, а уже проверенная игра с Заодией вместе с Вяхеревой и Кузнецовой вошла в символическую команду всех звезд Олимпиады. Теперь Ростов-Дон, наконец, в полном составе. Лагер-квиз тоже уже в Ростове. Совсем скоро стартует новый сезон 29 августа гостевым матчем с Кубанью. А первая игра Лиги чемпионов – 11 сентября дома с французским Брестом. Новый крытый футбольный манеж в областном училище Олимпийского резерва будет готов весной следующего года. Но для начала он побудет еще и гандбольным. На время ремонта надо заменить дворец спорта и принять матчи Ростов-Дона. Ход строительства футбольного манежа проинспектировал министр спорта области и остался доволен. Площадь спортобъекта больше 5000 квадратных метров, зрительских мест 1069 и многофункциональное футбольное поле. Но на время этот манеж станет домом для нашей главной гандбольной команды. Базовая площадка Ростов-Дона, дворец спорта, в следующем году закроется на капремонт. И для гандбольных матчей здесь, в манеже, опять же, временно увеличат число мест на трибунах до 3000. К тому же, для возможности проводить международные игры, необходимо дополнительно адаптировать манеж, благоустроить территорию и приобрести немонтируемое оборудование. С трех сторон будет добавлено 1700 метров площадей модульных конструкций, которые включат в себя все помещения в соответствии с требованиями Европейской гандбольной федерации. Это огромное количество. Это и гардеробные дополнительные, так как увеличатся посадочные места. Это и концессии, так называемые, пункты питания, и залы для совещаний. Этот спортивный объект строится по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Ввод стадиона в эксплуатацию планируется до конца марта следующего года. Газета «Трудовой Дон» за 1924 год, программка концерта Александра Вертинского в 1947-м и пуговица с форменного пальто ученицы Екатериновской женской гимназии. В этом случае годится каждая мелочь. Экспонаты начал собирать Музей истории Ростова. Так что, если при ревизии семейных архивов вы найдете что-то достойное внимания горожан, новый ростовский музей готов принять вещи и книги, фотографии и посуду, мебель и картины. Музей истории Ростова объявляет о начале сбора экспонатов. Старая газета, театральные программки, фотографии и даже пуговица тоже может иметь историческую ценность. Музей истории Ростова со временем разместится в 72-м доме на Московской, на площади больше 2000 квадратных метров. Пока же он наполняется в стенах исторического парка «Россия. Моя история». Инициатор создания Чистогородского музея Елена Смирнова передала ему летопись Ростова и летопись Нахчевани, а вообще полсотни научных и краеведческих работ мужа. Первый дар в наш музей – это книги Владислава Смирнова, который так мечтал об этом музее. И трагически оборвавшаяся его жизнь не дала возможности ему самому осуществить. Здесь только маленькая часть книг, которую он издал. Будут в экспозиции и пишущие машинки профессора Смирнова. А городское сообщество учителей истории передает музею Ростова подписку общероссийского журнала «Городское дело» за 1913 год. Количество закладок показывает, сколько раз в нем упоминается Ростов. Среди прочего и скандал в городской думе, когда все гласные, то есть депутаты, проголосовали против предложения Министерства торговли и промышленности передать в пользу государства Набережную, несмотря на плату в 2 миллиона рублей. Скандал случился из-за того, что «Городская голова» единственный проголосовал «за». А вот революционный факт из газеты «Трудовой Дон» за 1924 год. Айседора Дункан заставила зрителей, критиков пересмотреть восприятие славянского марша Петра Ильича Чайковского, который считался совершенно контрреволюционным произведением, но она умудрилась под эту музыку поставить танец, называющийся «Интернационал». Набережная и новая на левом и старая на правом Донском берегу на картинах Оксаны Бегмы. Ее выставка «Ростов. Вне времени» – иллюстрация истории города пока во временных залах музея. Здесь вот старая набережная, где сохранилась решетка и в то же время новые здания. Это вот мне сегодня сказали печальное событие, что пристань общества «Динамо» сгорела. А эту работу я писала в 2018 году, она еще была, там снималось кино в какое-то время. Ростовчанка Татьяна Куприянова, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, передала новому музею пуговицу прабабушки. Когда-то училась в Ростовской Екатериновской женской гимназии, такие были у всех на форменных пальто. Прошел год, и мы приняли решение, что такие акции мы будем проводить ежемесячно. Я думаю, это будет, наверное, последняя неделя каждого месяца, как я себе вижу. По дню, я думаю, мы будем отдельно информировать, насколько это будет удобно по мере сбора самих экспонатов. В залах музея истории Ростова найдется место и старым фотографиям, и одежде, и картинам, и предметам быта. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Штормовое предупреждение дало себя знать сегодня. Днем на Ростов спустилась ночь, город попал под ливень, и я, кстати, тоже, и на завтра предупреждение синоптиков остается в силе. Но наш метеокор Иван Полехин умудрился побывать за окном в сухое время дня и нашел приметы приближения комфортных в температурном плане выходных. Ростовчане, ну что, вот мы и дожили с вами до конца этой для кого-то тяжелой, для кого-то не очень рабочей недели. Впереди выходные, кстати, предпоследние этим летом. Куда собираетесь на них отправиться? Может быть, на последнее свидание с морем? Ну, говорят, уже вода не прогревается, там прохладно. Ну, или на рыбалку, да? Ну, можно, да, я пару дней назад вам это советовал, да? В принципе, условия намечаются хорошие. Но дам вам еще одну альтернативу на выходные. Ну, можно просто прогуляться по нашему прекрасному городу, прокатиться на велосипеде, на самокате, ну, просто пешком. Ну, и, конечно же, по дороге забежать на ЦГБ за шаурмой. Без этого ростовчанин не ростовчанин. Ростовчанин не ростовчанин. Погодные условия на выходных будут максимально комфортными. Ну, если сравнивать с плюс 35, конечно. В субботу, правда, еще периодически будет капать дождик, а вот в воскресенье и понедельник на небе появятся только облака. Туч мы не увидим. Ветер на протяжении трех дней сильно разгоняться не обещает. Диапазон скоростей от полутора до четырех метров в секунду. Температурный режим тоже вызовет только приятные эмоции. В субботу на уличных термометрах в тени до 26 градусов. В воскресенье и понедельник столбики доберутся до отметки плюс 29. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он был на всей этой неделе, напомнит программа «Ростов главное». Ее можно увидеть на Первом Ростовском в эти выходные дни в 9.30 утра и 7 вечера. А наши новости ищите на сайте 1Rostov.tv во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Хорошим вам выходных. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго».